с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 20 сентября и сразу о родившихся 1778 год в этот мир приходит фадей фадеевич белинсгаузен мореплаватель участник первого русского кругосветного плавания руководитель первой антарктической экспедиции на шлюпах восток и мирный во время которой был открыт белый континент произошло это в 1820 году 1934 в этот мир приходит итальянская киноактриса софия лорен софи лорен она была незаконно рожденной дочерью неудавшейся провинциальной актрисы актера передвижного театра в 14 лет она становится финалисткой конкурса красоты мисс италия где привлекает внимание продюсера карла понти за которого впоследствии выходит замуж благодаря его покровительству софи занималась актерским мастерством национальной школе кинематографии первые роли прошли фоном ну а заметным успехом лорен становится роль аиды в одноименном фильме опере 1953 году ну а в итоге награждена призами каннского и венецианского три раза московского два раза берлинского кинофестивалей пять раз была лауреатом премии золотой глобус лауреат премии бафта сезар давид ди донателло аж девять раз и многочисленных других 1963 год день рождения андрея державина советского и российского музыканта певца композитора аранжировщика лидера группы stalker ну песни вы все конечно же помните не плач алиса чужая свадьба а также он работает клавишником группы машина времени а событиях дня 1378 начинается много папе и в итальянском городке фонди французы пролоббировали избрание папой кардинала руберо женевского под именем климента седьмого в самом риме ранее уже был провозглашен другой понтифик итальянец урбан шестой так сразу же после печально известного авиньонского пленения пап начинается сорокалетний великий раскол когда одна часть католиков французы испанцы неполитанцы шотландцы признавали одного архипастыря а вторая англичане венгры большинство немцев другого папы соперники разъехались в рим и авиньон соответственно и опять принялись насылать друг на друга войска и отлучать от церкви попытка же примирить два лагеря на соборе в пизе в 1409 году привела к избранию третьего папы александра 5 лишь в 1417 удастся найти кандидата который устроит всех воду из рода колонна он примет имя мартина 5 1764 год подпоручик семеновского полка василий мирович приговорен к смертной казни этот 24-летний офицер организовал дворцовый переворот целью которого было освобождение заключения ивана шестого антоновича и низложение екатерины второй заговор раскрыт а иван антонович в ночь с 4 на 5 июля по приказу императрицы был убит офицерами внутренней стражи 1826 год ранним утром бричка с александром пушкиным сопровождении фельдъегеря императора посланного за поэтом аж в михайловское проезжает московскую заставу пушкина прямо с дороги и везут во дворец в большом кабинете кремлевского дворца царь принимает поэта наедине их беседа продолжается два часа об этой встрече в тот же день николай 1 отзывается знаменитым высказыванием я нынче долго говорил с умнейшим человеком в россии 1918 год впервые появляются стигматы раны на тех же местах что и у иисуса христа во время казни у итальянского падре пио так будет продолжаться 50 лет до его смерти в 1968 в начале прошлого века католическая церковь была скептично настроена ко всевозможным чудесам посланные из ватикана медики действительно зафиксировали наличие незаживающих ран но так и не смогли определить их природу папа пей 11 считавший падре обычным мошенником в 1923 году приказал ему не покидать собственную келью и не общаться с прихожанами в течение 10 лет монастырь многократно посещают медицинские комиссии но ни одной из них не удается обличить пил в подлоге во время проповеди падре пио ему потом разрешили служить чаще всего закрывал стигматы специальной повязкой ну а после смерти его ладони совсем не имели никаких ран так и не ясно до сих пор был мошенником он или святым ведь папа иван павел 2 его канонизировал 1946 год состоялось открытие первого каннского кинофестиваля из 46 представленных в программе фильмов 11 по ленте от каждой страны были удостоены главные награды гран-при от ссср приз получает картина эрмлера великий перелом золотая пальмовая вид как высшая награда фестиваля будет присуждаться с 1955 года среди отечественных картин первым ее лауреатом станет лента колотозова летят журавли 2002 год в результате неожиданного и катастрофически быстрого схода ледника колка на склоне казбек джамарайского массива в северной осетии погребенными под миллионами тонн льда снега и камней оказались люди и строения в кармадонском ущелье свыше ста человек пропали без вести и среди них состоявший из 26 человек съемочная группа фильма связной во главе с ее руководителем киноактером сергеем бодровым младшим спасательные и поисковые работы оказались безрезультатными 2005 год в москве умирает юрий айзеншпис окончил институт по специальности инженер экономист в семидесятом арестован и осужден по статье нарушение правил о валютных операциях провел в заключении целых 18 лет потом работал творческом объединении галерея при горкоме комсомола организуя концерты молодых исполнителей с декабря 89 до гибели виктора цоя директор и продюсер группы кино спустя год на взятые в кредит средства выпускает черный альбом последнюю работу группы кино одним из первых нарушив государственную монополию на выпуск пластинок в дальнейшем начиная с 91 года работает с такими исполнителями как технология моральный кодекс янг ганс певицы линда певцом владом сташевским ну а последним его проектом стал дима билан умер один шпинс от инфаркта на 61 году жизни еще одно событие подробно 1862 год в новгороде в присутствии император александра второго семьей и приближенными открыт памятник посвященный тысячелетию россии первоначально монумент предполагалось воздвигнуть в честь князя рюрика однако после обсуждения решили что памятник должен отображать все исторические этапы получив одобрение императора совет привлекать к созданию памятника сразу несколько мастеров решетка рельефа и 129 фигур памятника изготовлены в литейных мастерских санкт-петербурга и по неве и волхову переправлены в новгород где на софийской площади местного кремля начинается сборка монумент получился внушительным по основной композиции памятник воспроизводят шапку мономаха эмблему самодержавной власти российской империи он состоит из гигантского шара державы на постаменте и таким образом авторам удалось объединить два важных символа российской и новгородской истории атрибут власти царя самодержца и вечевой колокол на памятнике нет фигуры ивана грозного было решено что помещать его в новгороде неэтично из-за прославленного разгрома города царем и казни бояр строительство памятника обошлось 500 тысяч рублей 150 тысяч из которых были пожертвованы населением последний момент горельеф пришлось добавить фигуру николая первого 15 августа 1941 года в новгород входят немцы памятник разобрали железной дорогой успели увести бронзовую решетку работы профессора буссе окружавший памятник а также бронзовые фонари художественной работы которые стояли вокруг него разобранные памятник оккупантам вывести не удалось а потом было принято решение монумент восстановить с вами был николай пивненко в проекте дата